Когда человека домашняя лошадь, вряд ли его заботила красота этого животного. Сила и выносливость играла куда более важную роль. Но времена меняются. Теперь лошади редко используют как рабочую силу. Поэтому очень важно, чтобы породистый скакун радовал глаз. Сегодня я покажу вам самые красивые породы лошадей. Марвари – это порода лошадей родом из Индии. Отличительной особенностью этих лошадей являются их изогнутые уши. У них прекрасный слух. На родине их ценили прежде всего за верность и преданность бою. Ведь изначально это были боевые лошади. Тонкий слух помогал им издалека услышать приближение противника. На этих прекрасных лошадях ездили представители королевского семейства Индии. При этом скакунов наряжали в торжественные наряды. Порода лиципиан была выведена в 16 веке в деревне Липеца. Отсюда и название. Эти лошади очень сильные, умные и спортивные. Интересно, что эти светлые лошади всегда рождаются абсолютно черными, а темнеют с возрастом. Сегодня этих прекрасных лошади больше знают как участников знаменитого конного балета, который демонстрируют в школе испанской верховой езды. В этой школе классическое мастерство выездки сохранилось со времен Ренессанса. Прекрасные белые лепецианы под руководством наездников исполняют танцевальные движения точно под музыку. Арабские лошади – это древняя порода, история которой начинается несколько тысяч лет назад. Первые упоминания о лошадях арабских кровей датируются пятым веком до нашей эры. Порода сравнительно невысокая, это кони в холке достигают высоты полтора метра. От остальных пород арабские скакуны отличаются долголетием. В благоприятных условиях они обычно живут три десятка лет. Эти лошади отлично воспринимают информацию и обладают высоким интеллектом. Правда, из-за хорошей памяти они редко прощают обиды. У арабских скакунов сильный и своенравный характер, поэтому их редко используют для верховой езды. Фьорская лошадь считается одной из самых древних и чистых пород в мире. Их родиной является Норвегия. Именно на этих лошадях ездили викинги, причем внешность животных с тех пор практически не изменилась. Это подтверждают археологические раскопки. Фьорды умные и доверчивые, поэтому с ними очень легко поладить. Они выступают в различных конных шоу и хорошо работают в упряжке. Аполлуза – очень узнаваемая порода. Она выделяется своим пятнистым окрасом. Аполлузы были выведены в США. Это была заслуга индейского племени, обитавшего на западе страны. Индейцы отбирали наиболее сообразительных и крепких лошадей, а скакунов, которые не дотягивали по характеристикам, продавали. Сегодня представителей этой породы можно встретить практически в любом виде конного спорта. Это надежные, умные и выносливые лошади. Альденбургская лошадь была выведена в 17 веке как упряжная лошадь для сельскохозяйственных работ. Сегодня эта порода часто представляется на выставках, ведь это действительно красивые, высокие и спортивные лошади, у которых феноменальная способность к прыжкам. Характер лошади полностью зависят от воспитания. Если конь вырос в благоприятной среде, он будет выносливым, добрым и энергичным. Шетлинские пони – это одна из самых низкорослых пород. В холке их рост обычно составляет всего 75 сантиметров, но при этом они похожи на маленьких тяжеловесов. Шея короткая и мускулистая, грудь и холка хорошо развиты. Спина короткая и широкая. Крупа круглая, живот большой и провисающий. Эти пони помогают обучаться верховой езде уже с 4 лет. Эту породу часто содержат просто в качестве экспоната в детских уголках зоопарков. А вот самыми маленькими в мире являются лошади породы фалабелла. Их часто путают с пони, особенно с самыми мелкими из них. Однако миниатюрные лошади – это не пони, а самостоятельная, причем редкостная порода. Рост некоторых лошадок не превышает 40 сантиметров. В отличие от пони, сложенные лошади фалабелла совершенно пропорциональны, как и обычные верховые лошади нормальной высоты. Они очень изящные, у них тонкие ноги и маленькие копыта. Они похожи на уменьшенную версию арабских скакунов. Лошадь Моргана – одна из самых ранних пород, выведенных в США. Эти кони отличаются компактным и утонченным телосложением, а также сильными ногами и выразительной головой. Мощь и сила в сочетании с элегантной внешностью делает этих лошади идеальными. Сегодня их используют для участия в скачках и для верховой езды. Самый первый представитель породы принадлежал человеку с именем Морган. Так и появилось название породы. История шайерской породы лошадей уходит корнями в античность. Подобно остальным тяжеловозным породам, в разные периоды истории шайры улучшались путем вливания крови других пород. Это очень высокие кони, рост которых достигает 176 сантиметров холки. Шайерские лошади установили рекорд по грузоподъемности. В апреле 1924 года на престижной выставке в Уэмбле два шайра были запряжены в динамометр и приложили силу порядка 50 тонн. Теплокровные лошади – это нечто усредненное между чистокровными и упряженными лошадьми. Голландская теплокровная – это порода спортивных лошадей. На различных соревнованиях представители этой породы демонстрируют отличные результаты. Это благородные, дисциплинированные и очень старательные лошади. На представителях андалузской породы лошадей в старину разъезжали представители королевских семейств. Также на них скакали рыцари. Красота андалузских лошадей вдохновляла художников в средневековье и они изображали их на своих полотнах. 80% представителей этой породы серые, а остальные могут быть гнедыми или воронами. Халфингеры – это невысокие лошади, рост которых в холке не превышает полутора метра. Вывели эту породу в Австрии еще в средние века. Их легко можно узнать по золотистой масти и белому цвету гривы. Их удивительная стрессоустойчивость и способность к обучению способствовала тому, что именно эти кони стали основой австрийской кавалерии. Но халфингеров также используют в фермерском хозяйстве. А некоторые представители породы принимают участие в спортивных соревнованиях. Представители цыганской породы лошадей невозможно спутать с другими конями. У них шикарная грива, а ноги лохматые у копыт. Цыгане всегда были искусными наездниками и знали толк в лошадях. Порода сформировалась в Ирландии. В крови этих лошадей намешано очень много от различных британских пород. Несмотря на великолепную внешность, этих лошадей часто использовали в качестве рабочих, так как они крепкие, выносливые и послушные. А вот обуздать мустанга не удастся никому. У диких лошадей очень крутой нрав, и они совершенно не поддаются дрессуре. Ими можно только любоваться, да и то в целях безопасности лучше это сделать издалека. Так как порода дикая, и в крови этих лошадей намешано многое от разных пород. Внешность мустангов может отличаться, но у них всегда есть крепкое тело, сильные ноги и хорошие копыта. А халтикинских лошадей еще называют золотыми из-за их необычной масти. Это одна из самых чистокровных пород. На протяжении 5000 лет алхотекинцы не скрещивались с другими породами и до сих пор являются эталонными верховыми лошадьми. Порода известна не только металлическим блеском шерсти, но и умом и выносливостью. Клайдесдейл – это большая и мощная лошадь, которая произошла от рабочих кобыл из Клайдесдела. Отсюда и название. Первоначально порода была выведена для работы в сельском хозяйстве. Сегодня представители этой породы используют в качестве барабанных лошадей британской кавалерии. Как и Клайдесдейлы, шварцвальские лошади относятся к тягловым породам. Примерно 600 лет назад предками этой породы были крепкие и сильные лошади, которые работали в высокогорных сельскохозяйственных районах Германии. Они были способны выдерживать суровые зимы и помогали местным фермерам обрабатывать землю. Башкирские кудрявые лошади выделяются среди всех остальных пород своей шерстью, которая ложится за витками. Благодаря этой шерсти эти кони способны выдержать долгую холодную зиму. В Башкирии и Татарстане из их молока делают кумыс, а и шерстью пряжу. Их также используют верховой езды и сельскохозяйственных работ. Фриская лошадь – это одно из самых красивых животных в мире. У нее невероятно густая и длинная гривая хвост. Так как у их копыт растет шерсть, фриские лошади немного напоминают цыганских. Но только их тело более утонченное. Главной особенностью породы является их идеальная оворонная масть. Другого окраса у фриских лошадей не бывает. За их практически идеальную внешность этих лошадей часто называют черными жемчужинами. Кнапструпперы внешне напоминают долматинцев. Те же черные пятна на белом фоне. Это очень умные и послушные лошади, которые быстро запоминают команды. Поэтому их часто можно увидеть в цирке. Брамби – это порода, которая произошла от одичавших домашних лошадей. Их можно встретить в некоторых регионах Австралии. Несмотря на то, что эти кони дикие, у них добрый нрав. И они способны поладить с людьми. Время от времени предпринимаются попытки одомашнить брамби. Якутские лошади доказывают, что кони могут не только пастись на зеленых пастбищах, но и жить среди снеговой стужи. У них густая шерсть и очень густая гриба, которая согревает их в мороз. Это низкие лошадки, их высота в холке не больше 140 см. Испанский Норман – это смесь лошадей андалузской породы с першеронской французской. Хотя встречаются и гнеды, и вороные особи. Это красивые спортивные лошади, которых часто можно увидеть на различных соревнованиях. Порода Катрия формировалась в естественной среде, а эти кони изначально были дикими. Поэтому основные характеристики – это сила, выносливость и непокорный нрав. Многие представители породы до сих пор обитают в дикой природе. Лошади Камтуа являются самыми сильными в мире. Они были выведены специально для работы. Их часто использовали для перевозки тяжелых и ценных грузов. Они даже доставляли артиллерийские припасы военным в разные времена. Минаркинская лошадь идеально подходит для верховой езды. В любом седле и при любом стиле езды наездник будет ощущать себя уверенно. Точно так же, как и фрийские кони, минокирские лошади бывают только воронами. А гонаверские лошади идеально подходят для участия в различных спортивных соревнованиях. Они сообразительны, энергичны и подвижны. Это полукровная порода, которая была выведена от некрасивого поголовья, улучшенного путем скрещивания с подходящими чистокровными верховыми, арабскими и тракиненскими скаконами.